здравствуйте в эфире тема дня преображение набережной стадиона имени ленина не увидел лишь тот кто еще там не был это зимой реализован крупный досуговый парковый проект трассы для катания на лыжах бордах тюбах большой каток в общем на любой вкус и это только начало признаются организаторы насколько амбициозны планы мы узнаем у директора краевого предприятия недвижимость дениса кульги здравствуйте денис михалыч огромная работа проделана большие финансовые вложения видно по всему как удалось это сделать на самом деле в прошлом году в осенний период мы решили что наверное хватит уже впадать спячку набережный стадион на ленина все-таки пора преобразиться ну и открыть территорию для горожан для наших чтобы в зимний период они могли отдохнуть покататься поразвлекаться получить массу приятного приятных эмоций и удовольствия почему ранее на эту зону как досугово не обращали внимание но на самом деле можно отметить наверное один переломный момент в истории современного точнее современной истории набережной стадиона это 2012 году губернатором хабаровского края вячеслава нашим шпортом было принято решение о передаче набережной стадиона от министерства обороны в краевую собственность ну и фактически с этого момента стадион начал наполняться уже немножко другой жизнью к сожалению в тринадцатом году пришло крупномасштабное наводнение да и все объекты пострадали в том числе и территория была затоплена ну и как только мы выбрались из этой ситуации непростой соответственно уже решили каким-то образом преобразить и обукрасить обустроить наш набережный вот это обустройство чьими руками это было сделано ну на самом деле здесь задействовано очень много людей в этом обустройстве но это непосредственно сотрудники предприятия это активная молодежь это и спонсоры которые участвовали инвесторы в реализации этого проекта но самое главное что очень приятно осознавать что наши горожане довольно достаточно и очень активные люди очень активные жители почему потому что здесь отчасти очень большая их заслуга потому что они участвовали в обсуждениях обсуждали в социальных сетях на сайтах опять же давали свои предложения чтобы они хотели увидеть на набережной и фактически все их пожелания предложения мы собирали их обрабатывали и старались воплотить жизнь как планируется вернуть инвестиции или такая задача не стоит но на самом деле мы понимаем что парк стадиона и милина это все-таки имеет социальную направленность поэтому как таковой цели мы не имеем чтобы выставить какую-то платную стоимость там затеянные мероприятия и обязательно вернуть все потраченные средства кроме того недвижимость это хозяйственное предприятие которое с бюджета не субсидируется существует искусственно за счет собственных средств поэтому все работы выполняли собственными силами предприятия то есть опять же говорю что можно разделить проект на несколько объектов да если мы говорим о сноубор парке то там за были задействованы средства инвестора который изъявил желание там поприсутствовать соответственно затратил средства на приобретение подъемника там снеговой пушки на технику которая обслуживает этот парк но там вот какая стоимость на сноубор парк порядка было потрачено 6 миллионов стоимость проката сейчас формируется потому что до сих пор еще стоимость не сформирована но в дневное время вот по моим сведениям 200 рублей час 2 часа стоимости проката сегодня можно уже как-то прикинуть примерно подсчитать проходимость может быть выходные дни дни выходные дни то есть мы наблюдали порядка ну от трех до пяти тысяч проходимости это однозначно есть порой даже нельзя протолкнуться то есть на самом деле еще раз говорю что очень приятно осознавать что наши горожане очень активные жители и города все до трех до пяти тысяч проходимости выходные дни ну и в будние дни опять же вечернее время то есть несмотря даже на морозы этому нас мороз в последнее время стоял там 26 25 27 градусов и вечернее время там по 200 по 300 человек на катке катаются оборудование на катке инвентарь в прокат выдается выдается есть пункт проката который предоставляет коньки в прокат чтобы любой желающий мог воспользоваться и услугами проката не только используя свой инвентарь достаточное количество достаточно это только коньки или также лыжи и простите их и коньки и лыжи и мы с вами не отметили что кроме катка сноуборд парка есть еще и лыжная трасса которая обустроена непосредственно вдоль набережной стадиона вдоль берег купительного сооружения и 7 числа проводили совместно с министерством спорта день спорта посвященный зимним видом спорта и в том числе были соревнования и по лыжне а можно узнать стоимость проката лыж или коньков ну к сожалению не могу сказать ну проката коньков 300 рублей если не ошибаюсь это хоть сколько без ограниченное количество не ограничены планы на летнее время придет весна у меня избушка ледяная но на самом деле планы и весеннее время есть это по проведению различных мероприятий примеру там планируется масле и масляничные гуляния кроме того 16 марта у нас открывается сезон футбольный сезон поэтому наша команда родная футбольный клуб доска энергия то есть проведет первый матч уже у себя дома как хабаровчане ходят активно смотреть футбольные матчи активно последнее последнее время активность возросла ну можно отметить что были проведены определенные работы опять же по благоустройству непосредственно футбольной арены кроме того был установлен медийный экран то есть современный медийный экран 16 на 12 метров который позволяет смотреть и повторы и трансляцию матча непосредственно на экране даже кто-то что-то не заметил опять же в этом году в летний период мы планируем транслировать матчи выездные матчи команды и также проведение различных чемпионатов будем транслировать нас территории стадиона предложение от инвесторов именно на летний период уже есть какие-то интересные проекты есть проекты но мы их рассматриваем можно однозначно сказать что по стадиону продолжится благоустройство территории в прошлом году мы высадили порядка 400 деревьев хвойных пород в этом году мы продолжим озеленение парковой зоны территории потому что к сожалению часть зеленых насаждений уже пришли в негодность вы знаете такую породу как тополь на который уже подгнивает и обрушаться ветки поэтому идет плановая замена кроме того будем обустраивать территорию береговую территорию будет обустроенный пляж и это как раз будет участвовать инвестор в этом проекте и будет обустроена ванна где можно будет поплавать ванна бассейн где можно будет поплавать отдохнуть позагорать а вот горка для сноуборда сейчас она в летнее время каким образом есть есть варианты да есть вариант использования планируется запустить там горные велосипеды кроме того если мы с вами вот немножко вспомним территорию парка дата вот у нас от горы левее футбольный стадион а чуть выше есть зона опять же не открытая то есть почему мы ее не видим с вами потому что там очень много в летний летний период очень много подлеска и фактически туда нельзя пройти потому что такой мелкий поросль который не дает продвигаться в эту часть парка мы планируем ее раскрыть и опять же сделать прогулочной для горожан и я думаю что это будет еще один интересный уголок который не все даже наблюдали вчера для себя с удивлением открыла в интернете онлайн трансляцию каток весь просматривается для чего это было сделано ну во первых чтобы наши горожане могли в любое время посмотреть да там и обратить внимание что есть каток что люди катаются то есть не насмотря опять же несмотря ни на какую погоду то есть новую снег хорошо мороз еще лучше и запустили эту аналитрисляцию с 15 по 20 декабря прошлого года поэтому любой желающий может посмотреть что творится в настоящий момент в любой точнее в любую минуту на катке подключиться катающимся хочу уточнить этот каток у нас самый большой этот каток фактически у нас уже по размерам можно сопоставить с московскими катками в настоящий момент площадь он занимает площадь более 18 тысяч квадратных метров мы постоянно эту площадь наращивали и опять же учитывали пожелания горожан которые поступали и уже после заливки этого катка и последние площади катка мы вмонтировали в него подсветку поэтому там какие-то элементы подсвечиваются опять же очень интересно залили недостаточно было то есть в определенный период даже недостаточно было этой площади опять же на катке и катались и прогуливали плотность была и катались и прогуливались и кто-то пытался играть в хоккей поэтому опять же мы приняли решение выделили отдельную зону залили установили ворота вмонтировали подсветку точнее это даже и подсветка и одновременно вечером является разметкой по хоккейной площадке то есть таким образом разделили потоки все хоккеисты с клюшками и шайбами ушли на зону на другую которая не мешает ну на хоккейную площадку которая не мешает кататься отдыхающих грандиозные конечно проекты смотрим сюжет как горожане относятся к этому этой зимой набережная стадиона имени ленина стала одним из популярных мест отдыха хабаровчан в преддверии нового года здесь был залит самый большой в городе каток до сих пор выходные за коньками на прокат выстраиваются очереди также многолюдно и на тюбинговой и сноуборд трассах любители и профессионалы в парковой зоне могут покататься на лыжах стало много красивее люди начали заниматься спортом проводить здесь время гулять потому что прошлой зимы всегда было пусто и очень часто на набережной особенно здесь на катке играем вместе с детьми в хоккей просто занимаемся катанием вот очень нравится собирать команды детишек гонять с ними шайбой хорошо что сделали такое для людей мы за за то что это преображение получилось каждый год надо заливать для семьи будниковых походы на каток стадиона этой зимой стали традицией удивить хабаровчан организаторы зимних видов спорта решили их день святого валентина здесь скульпторы будут вырезать изо льда сердца влюбленных чтобы не замерзнуть гостям праздничной тусовки будет предложено станцевать ламбаду или страстную румбу обязательно как же мы без дня влюбленных не побываем на самом главной самой главной площадке на праздник обязательно придем уже 300 фотографии влюбленные пары города хабаровска отправили в инстаграм расскажите для чего это делается но на самом деле это еще один подарок ко дню 14 февраля ко дню влюбленных на универсальном спортивном комплексе был установлен медийный экран то есть на который 14 февраля будет проецироваться все фотографии которые были отправлены в инстаграм и будет транслироваться непосредственно то есть на территории катка фотографии отправляем в инстаграм с хэштегом влюбляйся на набережной и вы сможем увидеть себя вас вы сможете увидеть себя каждый как раньше сможет увидеть себя какие еще мероприятия планируете провести воскресеньем это но первое это все-таки непосредственно аллея любви импровизированная или любви венецию это арка снеговая арка над которой потрудились скульпторы архитекторы нашего творческого союза художников вся аллея опять же подсвечена тематической иллюминацией ну и плюс украшена различными сердцами то есть вообще интересными вещами внутри здания у кска что-то тоже будет обязательно там можно будет опять же собственными руками изготовить различные изделия для своих второй половинки будет проводиться мастер-классы шаржесты могут нарисовать портреты влюбленных и не только любых я думаю что будет детям очень интересно ну и на улице можно будет подарить сердце снежное сердце опять же своей второй половинки денис михайлович спасибо большое что пришли уделили время нам а также расскажет спасибо за преображение набережной вам вашим коллегам и той команде активистов которые участвовали в этом студии у нас был директор краевого предприятия недвижимость денис кульга всем насыщенных амурных и входных остается надеяться что погода не подведет до свидания субтитры сделал DimaTorzok